Шалом-шалом, дорогие друзья! С вами я, Леви Ашир Харпатин. Вас ждет свежая Майса. Сегодняшняя Майса будет в честь сегодняшнего дня. Сегодня пост Гидали. Это траур для еврейского народа. Убили самого Гидали и после этого творили зверство с нашим еврейским народом. Произошло это достаточно давно в небольшом городе на окраине Словакии. Была деревня, еврейское поселение, спокойное, абсолютно неприметное, я бы даже сказал, тихое местечко. И однажды туда начали заходить постоянно не очень хорошие люди, разбойники. Постепенно они начали грабить мирных жителей. После этого, когда селяне устраивали ярмарки, продукты, нужно было как-то зарабатывать, они ходили в другие места, надо было прокармливать себя, свою семью. Разбойники начали забирать это. После этого происходили вообще очень страшные вещи. Они заходили в дома, сотворяли тоже зверство с еврейским народом. И вот наступил пост Гидали. Эта история была примерно в 1893 году, 1895. Наступил пост Гидали. В деревне не были абсолютно религиозные люди, абсолютно от этого ограничены. Но был один мужчина, его звали Шулим, который все соблюдал, Тора, заповеди. Это было для него очень важно, это была часть его жизни. И был пост Гидали. Он соблюдал, он молился, ему было очень больно, он понимал, что это траур. Он грустил. Пришли опять разбойники. Они разгромили всю деревню. Они уничтожили мирных жителей, они уничтожили евреев. В этот день они были особо опасны, они были особо непредсказуемы. Это был кошмар для народа нашего, для этой деревни, для этого маленького местечка. И когда эта орда начала подходить к дому Шулима, их проглотила земля. Их проглотила земля. И на иврите, на этом месте, куда они упали, было написано Гидалий. На иврите было написано Гидалий. И с тех пор у Шулима начались вещи и сны. И он понимал, что его жизнь сохранилась благодаря того, что он находится со Всевышним в особых отношениях. И говорят до сих пор, что дух Гидалий очень помнит тех, кто это чтит и кто это помнит. Брахават слаха. Всем хорошего вечера. Продолжение следует...